Да, это нетфоркинг для того, чтобы понять, каким образом мои компетенции могут быть полезны тем людям, с которыми я взаимодействую. Кто в онлайн до сих пор не перешел, им нужно тоже об этом. Человек может приехать на крупное мероприятие и не взять ни одного контакта, спрашиваться, для чего ты инвестировал свое время в это мероприятие. Приехал постесняться. Я обучаю людей знакомиться, представлять себя, представлять свою компанию. Определенным таким магнитом этого форума являются эксперты, спикеры, которых мы пригласили. Прямо всероссийский получается форум-то? Да, да, отчасти так. Предприниматели всех стран, объединяйтесь в свой круг. Об этом пришел к нам сегодня в студию рассказать организатор бизнес-форума Александр Скворцов. Все подробности у него. Встречаем. Какими поводительными мотивами руководствуешься при организации мероприятий? Ведь это же дико суматошная, затратная энергетическая процедура, которая, в общем-то, на выходе, наверное, не сильно коммерчески успешно является, а больше такой объединительные мотивы какие-то преследуют. Многие, когда стараются развиваться в своем направлении, они стараются попасть в окружение предпринимателей, людей, которые уже достигли определенных успехов, либо стремятся к достижению. И в свое время я посещал множество разных мероприятий в Москве, в Петербурге, сюда, в Ярославле, из Костромской области приезжал на мероприятия, для того, чтобы обрести свой круг контактов, с кем могу повзаимодействовать, обучиться, партнерскими связями обзавестись. Это так называемый нетворкинг. Да, это нетворкинг для того, чтобы понять, каким образом мои компетенции могут быть полезны тем людям, с которыми я взаимодействую, с которыми мне интересно взаимодействовать и работать. Я понял, что я сам участвую во многих мероприятиях и понимаю, что для того, чтобы свой круг расширялся намного эффективнее, нужно самому стать организатором этих мероприятий. И таким образом, в первую очередь, внимание, конечно, будет сосредоточено на мне, как организаторе, а дальше я начинаю просто применять различные технологии нетворкинга и обучать людей, каким образом им более выгодно и грамотно простроить между собой партнерские связи. Потому что для себя я тоже заметил такую тонкость, что придешь на мероприятие, там 500 человек, 2000 человек. Это солидно такое, большое. Да, солидно. Люди приходят и думают, а к кому мне подойти, а как мне, а что мне рассказать о себе. И человек может приехать на крупное мероприятие и не взять ни одного контакта. Спрашивается, для чего ты инвестировал свое время в это мероприятие. Приехал постесняться. Приехал постесняться. И вот для того, чтобы человек не стеснялся, а излег максимально полезное и продуктивное время для себя, я обучаю людей знакомиться, представлять себя, представлять свою компанию, быть максимально открытым и эффективным в этом нетворкинге. То есть будут какие-то предварительные встречи или уже на самом форуме такой мастер-класс будет показан? Прямо на самом форуме, так же, как и на бизнес-завтраках, так же и на форуме я провожу нетворкинг. В классической модели нетворкинг – это минутная самопрезентация о себе, о своей компании и о тех пользах, которые ты можешь дать своим клиентам. Но я делаю таким образом, чтобы люди знакомились с незнакомыми для себя людьми. Бывает, на мероприятие придет 2, 3, 5 человек – компания. И они так всей этой компанией на мероприятие ходят. Держатся. Я же делаю так, чтобы их всех разбить. И они познакомились обязательно с двумя, с тремя, с пятью новыми людьми, чтобы это мероприятие им принесло пользу в дальнейшем. Мне кажется, мероприятие ценно еще и профессионалами, спикерами, которые на нем выступают, потому что люди идут на людей все-таки, так ведь? Да, все верно. Кто будет 25 мая? Какие бизнес-истории и опыт, чей можно будет перенять? Конечно же, определенным таким магнитом этого форума являются эксперты, спикеры, которых мы пригласили. Одним из экспертов является наш земляк, ярославец Богдан Булочев, блогер-миллионник, арктический путешественник, амбассадор компании «Тойота». Прекрасный рассказчик, его очень интересно слушать, что в сетях, что лично. Поэтому выбор, конечно, очень крутой. Также среди спикеров будут маркетологи Валерий Морозов и Алена Мишурко. Алена тоже является нашим ярославским землячкой, жителем Ярославля. Но она уже по достоинству себя, скажем так, сделала как эксперта. И мы приглашаем вот этих экспертов тоже выступить на нашем форуме. Александра Жабянская – это эксперт по продажам на высокие чеки. У нее 5 онлайн-школ, соответственно, она поделится этим опытом с участниками форума. И участники не только поймут, каким образом себя не обесценивать, а наоборот, через уникальность донести ценности, продать свои товары и услуги дороже, но и поделятся своим опытом, каким образом онлайн-школу выстроить. Ведь сейчас всем известно, что онлайн развивается колоссально быстрыми темпами. И кто в онлайн до сих пор не перешел, им нужно тоже об этом задуматься. Также пригласил еще спикеров из других городов, из Москвы. Пригласил Раяна Ахмедьянова. У него довольно-таки крупный бизнес по продвижению в социальных сетях, в видеоконтенте. Пригласил спикера из Уфы, Камиля Амихранова, у которого в Уфе. То есть прям всероссийский, получается, форум-то? Да, да, отчасти так. У него в Уфе свое сообщество. В каком-то смысле он для меня является учителем, за которым я наблюдаю, смотрю, как он развивается. И мне интересно перенять от него определенный опыт, потому что он будет делиться интересными темами, как своим временем грамотно распоряжаться, жить в кайф и выстраивать бизнес. Сейчас он находится в Дагестане. Он перезагружается перед тем, как приехать здесь и дать нам пользу. То есть человек постоянно находится в ресурсном состоянии в то время, когда у него бизнес растет. И не нужно в нем погружаться, в этот бизнес не нужно погружаться. То есть он не отрывается от бизнеса, он, скажем так, готовится именно к тому, чтобы стать ментором. Да, все верно. Про тех людей, для кого этот форум? У нас есть несколько категорий. Это, конечно же, предприниматели среднего уровня, высокого уровня, начинающие предприниматели для тех, кому необходимо. Партнерские связи, найти новые инструменты для развития бизнеса, партнеров. Также форум, конечно же, благотворно будет влиять для экспертов, которые хотят найти компанию, которой они окажут свои услуги или предоставят свои товары. Это, возможно, люди найма, которые хотят внутри своей компании вырасти, либо найти другое место работы, либо найти свою изюминку и уникальность и, допустим, открыть свое собственное дело. И, конечно же, топ-менеджерам – это отчасти управленцы, которым необходимо получить дополнительный опыт по масштабированию своих компаний, перенять опыт от спикеров, либо от тех людей, кто придет на это мероприятие, и, соответственно, развиваться. Пользуясь случаем, я хочу тебя попросить про… вообще про год рассказать. Про лето, про осень. Какие есть планы для того, чтобы зрители нашего интервью тоже уже себе какие-то крестики и галочки поставили в календаре? После форума мы в начале июня проведем бизнес-лагерь. Соберем предпринимателей для того, чтобы выехать за город и поработать над своими собственными проектами не в формате города, а за городом. Для того, чтобы можно было перезагрузиться, попутешествовать, пообщаться за два дня, повзаимодействуя друг с другом, понять, с кем ты на самом деле взаимодействуешь. Потому что за 2-3 часа нетворкинга все равно ты можешь не до конца понять, с кем ты познакомился. А за 2-3 дня ты уже более плотно знакомишься с человеком и понимаешь его сильные, слабые стороны, и на чем вы можете, соответственно, дальше работать. Ну и обратную связь как-то можно дать, правильно же человеку? Согласен, да, все верно. В конце июня мы совершим путешествие в Республику Дагестан. Это 5-7-дневная программа. Вы с предпринимателями в горную местность, где энергия горы, энергия Каспийского моря полноценно влияют на твою внутреннюю трансформацию и перезагрузку. Это совсем другой народ, совсем другая ментальность, другая кухня. То есть, по сути, мы как инопланетяне попадем в другую местность, где перезагрузимся, трансформируемся. Встретят радушные дагестанцы. Все верно. Они очень радушные и гостеприимные. И после этого путешествия вернемся сюда, в Ярославль, для того, чтобы с новыми силами заниматься своими проектами и бизнесами. И в конце августа пока что предварительно эта идея организовать тревел-слет, на который пригласить блогеров, российских блогеров, различных миллионников, там, не миллионников, да. Теперь они все уже не миллионники. Ну да, согласен. И прокачать Ярославский регион в формате туризма. Мы собираем медийных персонажей России и вместе отдыхаем. Вроде бы проект для того, чтобы отдохнуть, но и с другой стороны можно очень хорошо поднять туризм в регионе. Если говорить на перспективу на год, ну где-то в середине осени мы повторно проведем еще один бизнес-форум для того, чтобы подвести итоги уходящего года. Итак, 25 мая у нас бизнес-форум «Свой круг». Место проведения. Ресторан «Волга». Приглашаю ярославцев, гостей нашего города из Костромы, Рыбинска, Вологды, из всего Центрального федерального округа на бизнес-форум 25 мая. Будем вместе развиваться, ознакомиться, масштабировать наши бизнесы и проекты. Ура! Спасибо! 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 Спасибо!